Самолет должен иметь возможность посадки взлета с грунтовых полос. Сегодня Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информации. К этой системе уже присоединились десятки стран, в том числе известные многим бизнесменам офшора. Сейчас сведения об иностранных активах россиян фискальные органы получают по запросу, но в скором времени финансовый контроль значительно упростится, и прятать все нажитое непосильным трудом за границей станет сложнее. О новшествах рассказали участники форума по налоговому администрированию, который открылся в Пекине. Евгений Зуев подробнее. Все тайное станет явным, но не сразу, а через полтора года. Информацией о банковских сделках и переводах иностранные коллеги начнут делиться в 2018 году. Бизнесу предлагают воспользоваться паузой и вернуть домой активы, пусть и не совсем чистые. До начала июля налоговая амнистия. Есть время подготовиться, и мы здесь считаем, что очень важно, еще раз скажу, защитить российских налогоплательщиков от возможных рисков, в том числе преследования налоговыми администрациями других стран, в случае, если они открывают счета или, собственно говоря, ведут свои деятельности за рубежом. Для тех, кому офшоры помогали заметно экономить, наступают непростые времена. В Китае и Японии не спрячешься. Россия и Европа также изменили правила игры. Соглашение подписали больше 80 стран, среди которых Великобритания, Сейшелы, Монако. Даже Швейцария не устояла с ее трепетным отношением к секретам клиентов. В стране остались только несколько экзотических юрисдикций. И самый крупный игрок в сфере финансов – Соединенные Штаты Америки. Неуплата налогов в Соединенных Штатах Америки – большее преступление, чем измена Родине. Но если вы иностранный бизнесмен, то, пожалуйста, штат Делавер и не платите налоги своему правительству, платите маленькие налоги американцу. Штат Делавер, а также несколько городов, готовы за небольшой процент принять вклады от кого угодно. И обещают молчать как рыба, даже если с запросом обратятся из ФБР. Такие заманчивые условия заставили юридически прописаться в этих тихих налоговых гаванях больше половины американских акционерных компаний открытого типа. Сколько там иностранных резидентов, знают только кураторы офшоров. Основным заводилой в мире по охоте на ведьму под названием офшор, безусловно, является Соединенные Штаты Америки. И они положили начало этого крестового похода, в рамках которого объявили слово офшор крайне негативным. И не только объявили. Шесть лет назад Вашингтон принял закон, обязывающий все страны предоставлять налоговой службе США сведения о счетах американцев. Своих платить заставили и при этом создали все условия, чтобы перенаправить финансовые потоки со всего мира к себе. Российский бизнес может и не понесет заработанные деньги, а вот европейский скорее всего это сделает. В Европе колоссальный спрос на офшоры. Европейцы, особенно немцы, привыкли уклоняться от налогов в Лихтенштейне. И когда все это закрылось или закрывается, то они чувствуют себя крайне неуютно. Неуютно себя почувствуют и отечественные завсегдаты из списка Форбс. Золотой шилы в мешке больше не утаишь. За огромные прибыли отчитываться придется на родине. Эксперты уверены, что речь идет о миллиардах, которые могут заметно оживить экономику. Евгений Зуев, Денис Шуйский, Наталья Левченкова, телекомпания НТВ. Денис Шуйский, Наталья Левченкова.